Привет, Вселенная! Это Сергей Ульянов. И это специальный выпуск, посвященный выборам 2024 года в США, а именно их результатам. И сегодня 6 ноября, 10.07 am по калифорнийскому времени. Я нахожусь в Лос-Анджелесе. И мне показалось, что на сегодняшний день тем, кто сегодня утром проснулся или проснулся среди ночи и понял, что их ожидания не увенчались успехом, и победа республиканцев сулит какие-то большие перемены в стране, оказались в очень подавленном состоянии. И я думаю, что этот эфир как раз-таки для таких людей, потому что я чувствую какую-то определенную недосказанность, и хочется здесь, на этом видео, собрать людей, которым хочется как-то эту тему обсудить, но они не знают как. И я поделюсь своими впечатлениями на эту тему, и попробую, может быть, ответить на чьи-то вопросы своим спичем, а может быть, кому-то помочь, а может быть, успокоить. И хочется начать с того, что я сам легальный эмигрант, и в 2022 году, после начала войны в Украине, где я жил и работал на тот момент, я уехал и запросил убежище в США, пересек границу с Мексикой, и сделал это на легальном пункте въезда. И в этом году, в марте 2024 года, я получил свой статус беженца в США, и в настоящий момент подаюсь на грин-карту. И, в общем, продолжаю свой процесс натурализации. И я гей, да, я думаю, что это будет важно сказать. И, конечно, исходя из всего вышеозвученного, хотел бы, я думаю, понятно, что я так или иначе переживаю за судьбу эмигрантов в стране, несмотря на то, что я уже свой путь прошел, да, и те реформы, которые могут произойти в стране или коснуться других эмигрантов, меня не касаются. И, возможно, именно по этой причине я могу как-то более спокойно на эту тему сейчас поговорить и поделиться своими выводами, исходя из тех результатов, которые произошли. Давайте сразу я скажу о том, что за два с половиной года жизни в стране, конечно, мало для того, чтобы понять, что она из себя представляет. Очень... Можно слушать разные мнения, вот. Но я переезжал в Калифорнию не просто так. В первую очередь я актер, и к большому счастью, это еще и демократический штат, в котором за вот это время я ни разу в своей жизни не услышал претензий, недовольств или, там, закатанных глаз, когда я не мог вспомнить какое-то слово или когда мой акцент был не очень понятен. Я всегда чувствовал поддержку, заботу и уважение. Это очень необычное чувство, и тем самым оно очень ценное. И когда ты проходишь этот путь с самого-самого низа в этой стране, я напомню, что у меня не было паспорта, у меня забрали на границе паспорт. Паспорт свой я получил обратно только в этом году, после выигранного мной кейса. И тем не менее... Точнее, не тем не менее, и это причина, по которой я понимаю, что такое быть даже легальным иммигрантом в этой стране, и с какими сложностями и трудностями приходится справляться для того, чтобы получить здесь достойный уровень оплаты, самоидентификации, что, наверное, даже самое главное в первую очередь. Потому что, когда ты приезжаешь в новую страну, это большая... Все вокруг кажется, что как будто бы круче, чем то, на что ты можешь претендовать. И именно по этой причине для меня было важно... И несмотря на то, что мой путь уже, как я уже сказал выше, прошел, я понимаю и признаю всех других людей, которые продолжают уезжать из-за притеснений в своей стране, в страну своей мечты. Я сам был ребенком, которого выгнали из дома в 16 лет, и который с тех пор не видел своих родителей, и... Ну, я имею в виду свою маму. И для меня понятно, по какой причине люди могут просить о помощи, и мне понятно, по какой причине они могут просить о помощи пересечения границы, даже нелегально. Иногда жизнь складывается так, как я никому не желаю, чтобы кто-то узнал. И люди преодолевают такие препятствия, которых я никому бы не пожелал. И поэтому сейчас я, во-первых, не буду... Ну, то есть я не... Есть огромное количество статей, связанных с иммиграцией в стране, с количеством преступников, которые... Грубо говоря, процентное соотношение преступников-мигрантов. И легальных жителей США, которые здесь родились. И эта статистика известна, что, к сожалению, большая часть преступников США — это граждане США. Но, тем не менее, сторонников республиканского режима эта статистика не устраивает, не внушает доверия. И вот по своему личному опыту, сколько я об этом разговаривал, люди все равно придерживаются, скорее, своих внутренних страхов, нежели полагаются на какую-то статистику. Поэтому я понимаю, что в этом разговоре нет правых и неправых, есть то, что мы называем... Вот есть действительность. И в этой действительности, наверное, один из главных выводов, который я сделал, это то, что когда ты живешь, условно говоря, в столице, ну вот, как, например, когда я жил в Минске или когда я жил в Москве, тебе действительно кажется, что мир вокруг тебя более демократичных нравов, потому что вокруг тебя люди в основном те, которые не нуждаются в выживании, которые не так сильно за него борются, и у которых уровень социальной ответственности уже поднят настолько, что они могут заботиться там о демократических правах, о правах меньшинств, о правах о свободе слова и так далее. Те люди, которые выживают, заботятся о другом и в первую очередь заботятся о себе, о своей безопасности, о своем благосостоянии. И это уже не первый раз, когда я понимаю, что Минск, условно говоря, не равно Беларусь, Москва не равно Россия, и в данном случае Лос-Анджелес не равно США. И, конечно же, когда ты живешь, находишься в окружении людей, полностью поддерживающих твою точку зрения и которые поддерживают тебя, которые не боятся, что ты отнимешь у них их рабочее место или не боятся, что ты съешь их собаку или кошку или не боятся о том, что ты причинишь им зло и помогают тебе, это бесценно. И, конечно, это как будто бы вселяет в тебе уверенность то, что все люди вокруг такие же и другие. В смысле, и другие люди вокруг придерживаются таких же взглядов. И, конечно, когда ты читаешь такую статистику, проголосовавшись в этом году, на всякий случай я хочу сказать, чтобы вас для тех людей, кто... Я думаю, что многие из тех, кто смотрят выборы, не очень сильно в них погружены. Я тоже не могу сказать, что я на 100% вовлечен, но хотелось бы сказать о том, чтобы количество штатов вас не смущало, которые выделены красным цветом, потому что тоже в каком-то смысле меня это смущало. И казалось, неужели так много штатов действительно поддерживает именно эту предвыборную кампанию Трампа, потому что она была наполнена огромным количеством шовинистических заявлений, откровенным враньем про мигрантов, про статистику. И попытка разжигания внутричеловеческой какой-то такой, ненависти, я просто этого не... Я этого не понимаю. То есть я... Когда я приехал в эту страну, я видел вокруг себя людей разных национальностей, людей, которые абсолютно друг на друга не похожи. И я вот даже делился об этом со своими друзьями, меня это даже не удивляло. Ну, то есть я такого количества разных национальностей никогда в своей жизни не видел. А если видел кого-то из них в единичных экземплярах, то здесь я даже... Ну, то есть это часть моей действительности. И я в какой-то момент для себя осознал, что меня не удивляет, не удивляет то, что вокруг меня люди других национальностей. То есть для меня это абсолютно естественно. Как будто бы, ну, какая разница, какой разрез глаз у человека или какая у него кожа, какого цвета у него кожа. Мы все люди. И когда ты понимаешь, что одна из очень тяжелых для меня вот этих позиций, на которых была построена предвыборная компания Трампа в этом году, направленная на на ненависть, мне это правда не близко. И я понимаю людей, которые боятся потерять свою работу, которые боятся за свою безопасность. и при этом я понимаю, что и меня это огорчает, что, видимо, все-таки уровень жизни в США не является настолько хорошим для большого количества населения, каким бы мне хотелось его представлять. и ну, это мне кажется, это отдельная это отдельная история, потому что я думаю, что если бы многие из тех, кто жалуется на свою жизнь в США, съездили бы хотя бы пожить куда-то в Восточную Европу, они бы, я думаю, поменяли бы свою точку зрения. Но это тоже хорошо, это тоже хорошо. То есть давайте так, я знаю, что Трамп, правда, много чего сделал хорошего для экономики в стране, и я как предприниматель тоже заинтересован в том, чтобы построение бизнеса в этой стране для меня было наиболее выгодным. И это то, что мне правда импонирует, и то, чему я, за что я ну, как бы, что является плюсиком для меня в этом смысле. Но я уже был, я уже являлся, то есть я являлся свидетелем того, как агрессивное высказывание главы страны развязывают руки другим людям внутри страны, делать самосуд. и это связано и с моей ориентацией. И когда речь идет о человеке, который сам нарушил закон и был официально признан судом, нарушившим закон, и когда такой человек становится у власти, вот это правда меня пугает, вот это правда меня пугает, и все-таки что хорошего в предвыборной, в смысле в выборной системе США, то, что у людей будет возможность за 4 года посмотреть на результаты и сделать выводы, то есть это же не навсегда. И да, я слышал о том, что даже в Калифорнии во время первого выборного срока Трампа, ги уже начинали чувствовать по отношению к себе определенного рода меняющиеся отношения, и сейчас, когда этот выбор сделан осознанно, он меня, меня, конечно, это пугает, вот, меня пугает то, что то, что это может повлиять на то, когда есть хорошие, добрые люди, которые тоже геи или тоже эмигранты, и они могут быть подвержены опасности. Это то, от чего я бежал, и то, конечно, что меня очень сильно беспокоит сейчас. И я хотел сказать о том, что чего на самом деле я разговаривал и с эмигрантами, которые в том числе голосуют за Трампа, точнее, не голосуют, еще не могут голосовать, но проголосовали бы, будь у них возможность. Многие люди, к сожалению, не понимают, что легальный ты эмигрант или нелегальный, с такой политикой, к сожалению, все эти люди являются сейчас, точнее, находятся в опасности, вне зависимости от того, легальные ли они или нелегальные. Я это говорю, как человек, который прошел этот путь с самого низа и который от нелегального, точнее, никогда не был нелегальным, в нелегальном статусе, но знает о том, о законодательстве и очень сильно много чего в этом изучил. Поэтому опять-таки, у всех будет четыре года для того, чтобы увидеть разницу и о чем я сказал выше, это классно, что в Америке выборы проходят и власть сменяется каждые четыре года, поэтому я напомню, там, после Джорджа Буша младшего все-таки власть сменилась, да, и если это будет что-то плохое, что люди не оценят, жизнь, они смогут сделать выбор еще раз. Поэтому наверное одна из вот в конце я хочу сказать наверное одна из самых главных вещей, которая для меня является хорошим знаком, это то, что уже находясь в эмиграции два с половиной года, я понимаю, что у меня появилось время, возможность порефлексировать на проблемы там условно моего будущего, страны, других людей, и это говорит о том, что процесс выживания, о чем я говорил тоже выше, он закрыт, и сейчас появляется по пирамиде маслоу, я поднимаюсь на другой уровень, где у меня уровень моей внутренней ответственности расширяется, и в этом смысле это хорошо, это хорошо, что у меня есть возможность порефлексировать на тему того, кто будет президентом США к тому моменту, когда я получу возможность голосовать здесь, и я всем желаю об этом подумать, если у вас есть время думать о выборах, значит, вашей собственной жизни сейчас освободилось для этого места, и с вами все по большому счету хорошо, и еще кое-что хочу сказать, я знаком с семьей, замечательной семьей из Остина, из республиканцы, и я был свидетелем того, когда они приехали в Калифорнию, и как их улыбало все, что они видели, когда они видели геев, или девушек, которые целуются на улице, или ну вообще в целом вайб города, да, в целом вот это вот наша spiritual такая, да, атмосфера здесь все такие назожено, на ментальном здоровье, на еде, и я видел, что для них это все немножко такое, типа, блин, too much, но при этом это было им интересно, и вызывало интерес, и более того, мы поговорили много, я как раз таки, как это был первый месяц моего нахождения в США, и я вот рассказывал о своей истории миграции, и я видел, что они не были против меня, и я об этом рассказывал в своем видео, они мне во-первых, оплатили уроки по вождению, а во-вторых, подарили мне машину, и мне кажется, что если рассуждать вот с этой точки зрения, я вижу, что не все республиканцы такие, как нам подсказывает наше чувство страха, да, вот людей, у республиканцев есть свое чувство страха за за преступность, да, за отсутствие рабочих мест, за повышение налогов, вот и у нас есть свое, свой страх за снижение толерантности, повышенный уровень агрессии к иммигрантам, нарушение, там, не знаю, там, условно говоря, там, да, запрет делать аборты, вот это все, то, что для нас важно, для тех людей, которые выбирают идти по своему уникальному пути, без оглядки на большинство, я вижу, что среди республиканцев есть большое количество людей, которые не агрессивны, которые поддерживают ту часть спича, которая связана с экономикой, а общечеловеческие вещи, они поддерживают в другом направлении, в демократическом ключе, поэтому это то, что дает мне надежду, и я все-таки верю в то, что ребята каждый человек на земле все-таки хочет лучшего, хочет лучшего, не хочет никого обижать, оскорблять, не хочет разжигания войн, и все мы поступаем для того, чтобы сделать нашу жизнь, делаем какой-то выбор для того, чтобы сделать нашу жизнь хорошей, и это классно, что в США есть выбор, и люди его сделали. Для меня это интересный опыт изучения этой страны, изучение себя в этой стране, и я не знаю, что сейчас будет происходить с законами, но я точно знаю, что каждый человек, который хочет здесь остаться, хочет приносить пользу этой стране, и хочет быть счастливым, у него все получится вне зависимости ни от чего, и я тому пример тоже, и каждый из тех, кто сейчас смотрит это видео, и досмотрел его до конца, я уверен, что тоже. Спасибо, что мне лично стало полегче, я надеюсь, что вам тоже. Мы есть друг у друга, давайте друг друга поддерживать, кто бы вы ни были, республиканцы, демократы, мы все люди, и мы хотим сделать этот мир лучше, чище, и добрее, и богаче, и талантливее. Вот, наполненным. Поэтому давайте друг друга, пожалуйста, поддерживать, любить, уважать, и стремиться к лучшему. Спасибо, что посмотрели, я был рад с вами поделиться. Пишите, если что, если сказать, или ставьте лайки. Обнял. До новых спецвыпусков. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok